Приветствую вас мои друзья и гости канала и мы сейчас едем с вами в жилой комплекс Радужный и сегодня может быть я для вас постараюсь еще заснять еще один район, чтобы вы могли ориентироваться по дороге и так далее, под подъездным путем и давайте сегодня с вами поговорим на такую тему, на что следует обратить внимание при покупке той или иной недвижимости часто многие из вас делают ошибки по одной простой причине, насмотрится также видеороликов, насмотрится видеообзоров и тому подобное первое, смотрите, на что нужно обратить внимание, когда вы начинаете выбирать себе жилье, вам нужно определиться будете вы работать или не будете вы работать, где будет ваша работа и так далее потому что, например, многие мои клиенты покупали квартиру, например, в центре, работали в Олимпийском парке и потом даже не проходит полугода, да, и они решаются взять и продать там недвижимость свою и купить поближе, например, к Олимпийскому парку почему это происходит? Ну, ответ очень прост, потому что, например, в Адлер у нас дорога не самая лучшая и по большому счету можно потратить очень-очень много времени и сил для того, чтобы добраться, да либо нужно будет выезжать на час как минимум раньше, за минусом, например, вам нужно приехать на работу к 9 часам с 8 до 9 как раз тот период пробки, да, то, если вы выйдете в 7 утра, то спокойно преодолеете расстояние и в итоге еще час будете, не знаю, там, может быть гулять по Адлер, может быть еще что-нибудь поэтому на эти моменты нужно обращать внимание опять же, если вдруг, например, так получается, что вы еще пока не определились с работой, да то могу сказать, что если, например, у вас такие специальности, как, например, вы хотите работать отельером, да вы хотите работать официантом, либо вы хотите работать в сфере услуг или еще что-нибудь, да то, в принципе, в районе Олимпийского парка, особенно в сезон, работы гораздо больше, чем в Сочи почему работы больше? Потому что в сезон вакансии востребованы после того, как прошел сезон, да, у нас все отправляются в вольное плавание а вольное плавание как раз отправляется именно в Сочи потому что в Сочи, например, те же самые отели ни один отель в Сочи у нас не закрывается на зиму, понимаете и тут, конечно же, раз у нас осенью больше, соответственно, соискателей тем, соответственно, тем хуже условия дает работодатель поэтому идеально, конечно, найти сразу в Сочи но если вдруг не нашли, то в целом, как бы, второй раз уже кто-то, ну, не захочет брать и на лето ехать, например, ну, хоть в Лазаревское, хоть в Адлер, хоть куда, понимаете поэтому здесь четко нужно взять и соотнести, да иногда, может быть, лучше пойти на меньшую зарплату ну, например, где-нибудь тот район, который вас обеспечит работой и зимой, и летом либо же, конечно же, если вы настроены только поработать летом, да то можно уже идти за большим рублем что касается следующего момента, да, вот по поводу школы, по поводу школы и детских садов это, ну, неоднозначно например, вот я мало вижу своих клиентов, которые, например ну, как бы, например, купили бы квартиру, например, Донской и ребенок бы ходил бы на, ну, как бы, детский садик именно в этом районе обычно, либо это в центр, либо в вокзальный район, либо на Макаренко там, где появляются свободные места поэтому, как бы, я здесь не советовал бы привязываться к, именно, к детскому садику, да потому что, например, сейчас вы привязываете к детскому садику через два годика ваш ребенок пошел в школу при том, да, есть рядышком, например, школа такая простая, обычная а есть, например, там, на расстоянии трех километров школа, например, с углубленным изучением английского языка, да или, например, с углубленным изучением математики и так далее и здесь, получается, привязка к школе тоже не совсем такая рентабельная вот, например, у меня в моем доме, в Мелодии Леса 1, да, где я живу соответственно, тоже много детишек, да, и так далее вот, в принципе, Макаренко школа, да, например, на Макаренко, да, там, 15-я школа, если не ошибаюсь она гораздо ближе, например, чем 9-я гимназия, которая находится на Бытьхе ну, реально, ближе примерно на 1 километр но ни один ребенок с нашего дома, он на как бы на Макаренко, да, в эту школу не ходит, да, все до одного у нас ходят в 9-ю гимназию, почему? потому что в 9-е гимназии знания лучше, потому что там отношения лучше, потому что, самое спасибо, гимназия больше и так далее поэтому вот тоже такая вот штуковина неординарная но в любом случае, да, если вдруг у вас есть детишки, да, если вы, например, взяли и поселились где-нибудь совсем далеко, там, в районе УЧДРЭ, там, и так далее то вам будет, или в лоу, да, вам будет некомфортно брать и передвигаться точнее, каждый раз ребенка своего возить ну, в ту или иную школу как происходит, например, поездка в школу вот именно в нашем доме, вот я часто замечал, что с утра, например, вот берут своего ребенка, отвозят, и тут же двоих еще, сосед всех отвозят потом какая-нибудь из мам или из пап берут, встречают, да, тоже и на самом деле, ну, как бы из ситуации можно выйти, да, с меньшими травмами меньшими затратами вот отсюда, да, конечно же, вот на эти моменты нужно обращать внимание второй момент, это, конечно же, по поводу ровной поверхности, да какая поверхность удобная, неудобная и, как вам сказать, как вам будет передвигаться например, у нас есть объекты, которые расположены очень близко, например, к морю, да, теоретически там, 700 метров, 800 метров, да ну, например, как радужные 700 метров до моря, кажется, блин, ну, все жизнь удалась, но до моря, там, у нас как бы дорога к морю пройти может без проблем а вот с моря уже довольно-таки тяжеловато да, придется немножко там напряжься там, пока дойдете, пять раз потеете но, 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 но сразу нужно понимать если у вас ровная поверхность то никакого потрясающего вида с окон даже и речи не может идти за исключением тех вариантов, когда, например, вы с окна смотрите, например если мы будем собирать дома на Новагинской, да будете смотреть на, непосредственно, на аллею, да либо, например, именно на зелень да, такое возможно а если, например, нужен вид на море, красивый, все, конечно же это дома у нас, которые будут расположены не дальше, чем там километр от моря, ну и, конечно же будет находиться у нас на горе, ну, надо платить да, если за вид, то значит придется жертвовать, что придется подниматься в горы, например, вот есть у нас некоторые объекты, например в Адлере, да, хороший есть объект Рич Хаус, но от моря, там, буквально там 200 метров но при этом море не видно, потому что спереди сооружение стоит, там, потом высокие деревья стоят и в итоге, получается, нужно дозабраться на 12 этаж, у которого будет цена просто космическая и оттуда уже можно будет спокойно наблюдать за морем, понимаете поэтому, ребята, на это тоже обращайте внимание следующий момент, да, вот смотрите, вот есть у нас, например, поселок Догомыс, да, и до него вроде кажется 7 километров а есть, например, у нас микрорайон, например, Макаренко к СМ, и кажется гораздо ближе до центрального района например, с Макаренко с утра до центра тяжелее добраться, например чем с Догомыс, об этом тоже не нужно забывать, потому что иногда да, ты расстояние проезжаешь гораздо больше да, но гораздо быстрее и здесь тоже нужно вот это все соотносить например, вот есть у нас жилой комплекс, например, Кватер, да если возьмем с вами именно Догомыс вот там, в принципе, по прямой идти до моря один километр, что больше, чем, например, в жилом комплексе Радужный но в случае с Догомысом вы идете один километр по ровной поверхности и вот эти лишние 300-400 метров для вас даются гораздо легче, чем идти по горам опять же, немаловажный фактор это наличие тротуаров наличие пешеходных переходов и наличие просто переходов, понимаете например, вот если брать Звездную, да, мы идем либо непонятными какими-то окольными путями и, ну, довольно-таки, некомфортно идти а есть, особенно с коляской а вот если, например, я с Догомыса то даже эти 300-400 метров, они даются гораздо проще поэтому про эти моменты тоже не нужно забывать например, многие из вас выбирают себе недвижимость например, смотрят там, например, улица, там, Лысая гора, Пятигорская и смотрят на карту, блин, да там оказывается до моря там всего лишь 500 метров ну так реально кажется и так показывают по факту, когда покупаете квартиру или когда снимаете квартиру получается, что нужно до моря еще добраться такими кругами там непонятно как и в итоге там получается не 500 метров, а все 2 километра и 2 километра при том по горам, по серпантинам по дорогам, где нет тротуаров и так далее вот на эти моменты тоже нужно брать и обращать внимание потому что многие мои клиенты, очень многие мои подписчики делают большую ошибку они берут и, не знаю там, штангель циркулем или еще или просто циркулем берут и на карте смотрят о, Пятигорская 88, бульп, о, 500 метров все, 80 тысяч рублей за квадратный метр все супер, все классно а здесь там нам риэлтор предлагает там Эмилию по 80 тысяч рублей за квадратный метр там 2 километра 200 метров так вот, например, с Эмилией, которая в Дагомысе до моря 2 километра 200 метров гораздо легче преодолевается и быстрее чем, например, с Лысой горы и это 100% информация каждый второй мне клиент это говорит и так далее теперь следующий момент, да опять же, на что стоит обратить внимание если вдруг все-таки вы берете квартиру для родителей, да, или родители берут если они привыкли в своем городе болеть и здесь они настроены болеть и считают, что второй дом будет больниц или поликлиника конечно, нужно выбирать те районы, где есть и больницы, и поликлиники но, опять же, могу повториться я, например, очень близко к больницам бы не хотел бы никогда в жизни жить потому что я вот верю, не знаю, в ауру, которая идет от больных людей понимаете, я не знаю, я почему-то знаю, потому что, знаете, вот начни общаться, например, с дебилами ты сам станешь дебилом, 100% ну, реально наверное, видели профессиональные болезни, да, вот те люди, которые работают в детском саду да, вот когда там они, особенно в яслях, они там сизюкают и потом так же и на улице, так же и дома, так же и со своими, не знаю, там, друзьями так же вот происходит понимаете, вот эта аура, она передается те, кто работает учителем, у них тоже целая куча профессиональных болезней это непонятное поведение, которое происходит то же самое касается это и то место, где вы живете опять же, еще один момент если, например, вдруг у вас детишки и так далее и вы понимаете, что они должны вырасти хорошими, образованными и так далее вам изначально нужно выбирать те районы, где у вас, да, где будут окружать вас, ну, вас, вами подобные да, вот, например, вот почему вот коттеджные поселки закрытого типа, они ценятся, почему? да не потому, что там дома хорошие, там дома могут быть и не совсем хорошие не потому, что там, не знаю, там, природа хорошая природа может быть не самая лучшая а потому, что там живут примерно одинаковой категории людей, да, например, человек, который купил у нас дом за 20 миллионов, понятно, что он изначально не бездельник, там, не яйца он привык пахать, привык работать, без разницы какой-то бизнес и так далее и если вы, например, какой-нибудь выбираете район КСМ, да, изначально, да, вот понятно, что в КСМ у нас в основном, там, в 90% у нас расселенцы, переселенцы туда уехали ну, и, соответственно, это те люди, у которых нет ни цели в жизни, ничего, да, они катаются у нас, там, на ВАЗ-2106-07 убитых, да чаще всего даже страховок нет, как показывает практика и, соответственно, и дети, по большому счету, они клонируют своих родителей, понимаете, ну, реально не клонируют своих родителей редко, когда, например, там, у очень плохих родителей вырастают очень хорошие, такие классные дети, очень редко поэтому на этот момент тоже нужно обращать внимание, например, вот кто спросил меня почему вот я, например, не хочу, вот, например, квартиру, там, в районе, там, на голубые дали или почему я не хочу квартиру, опять же, я никого не хочу обидеть или почему ты не хочешь квартиру, там, где-нибудь взять себе, там, в районе Макарин, где-нибудь, там, повыше, там, подешевле и так далее ну, потому что я катаюсь по районам, я вижу, какие автомобили, я вижу тот контингент, который там есть я вижу людей, да, например, которые ходят, да, я вижу, в чем они одеты, я вижу, как они себя ведут и я четко понимаю, что я бы не хотел, чтобы мой сын или моя дочь росла вот среди вот этого всего и это не говорит, что там я зазнался, говорит, что я там зажрался нет, конечно, ребят, ну, при чем здесь зазнался или зажрался, нет, конечно же это говорит про то, что все-таки, например, я как педагог, я знаю прекрасно когда, например, до 7-летнего возраста авторитет родителей, он неприкасаем, это психология начиная уже, например, с 7 лет до 10 лет у ребенка авторитет учительница в школе вот я вам серьезно говорю, это, это говорю не я, это говорят психологи а вот, например, когда возраст там 11, 12, 15 лет уже становится авторитетом, конечно же, сверстники и в зависимости от того, в какую среду попадет ваш ребенок уже и будет видно, какая из него получится личность, понимаете? ну, 100% именно так поэтому, когда я, например, себе выбираю район, я именно смотрю вот на все эти факторы которые, да, там школы, какие соседи, кто в основном живет, какой слой населения и так далее, понимаете? потому что, еще раз, да, как бы я могу сказать, что я, как бы хороший продавец я могу продать там ребенку ту идею, что нужно то-то, 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 то-то но, блин, я сомневаюсь, что у меня всегда будет столько много времени, чтобы я мог брать и уделять именно воспитанием своего ребенка поэтому на эти моменты тоже нужно посмотреть и учесть теперь следующий момент, когда многие из вас выбирают дом или там танхаус за городом имейте в виду, что город, да, то есть за город, за городу рознь например, можно купить у нас, ну, например, можно купить танхаус, например, в Молдовке, да и вы четко будете понимать, если у вас работа привязана к центру вы вечером будете тратить очень-очень много времени для того, чтобы приехать домой например, этот час лишний мы могли бы провести с ребенком, этот час вы могли бы провести с семьей этот час вы могли там сходить куда-нибудь там с ребенком на море и так далее а вы в это время будете просто ехать в пробках то же самое это касается и утренние часы вы, соответственно, если, например, могли бы, например, взять и доехать, например, за городом например, взять квартиру, ну, квартиру танхаус в Дагомысе, например, можете доехать, доработать за 20 минут например, к какому-нибудь району, который находится дальше Адлера, да Например, красная воля, если, например, налево, потому что серпантин Если мы возьмем с вами бестужевку, если мы возьмем еще какие-нибудь верхние веселые То на дорогу у вас будет выходить очень много времени Хотя, знаете, есть люди, которые не привязаны у нас к месту работы Они могут работать на дому, это могут быть айтишники, это могут быть какие-нибудь логисты и так далее Тогда, в принципе, вас это никак не касается Что еще у нас интересного, да? Что еще у нас есть такого? Если, например, мы с вами возьмем и все-таки посмотрим еще, на что стоит обращать внимание Многие выбирают у нас квартиру на ПМЖ и привязываются близостью к морю Хотя каждый берет и говорит, что жить возле моря, ну, некомфортно Ну, во-первых, это туристы, да? Я могу сказать, туристы туристам рознь, да? Бывают туристы нормальные, порядочные, а бывают туристы, которые, не знаю, там, которые бухают, дебоширят, еще что-нибудь, крики, вопли и тому подобное Опять же, если мы берем с вами расстояние до километра от моря, это повышенная влажность Ну, реально, влажность и ни вещи не сохнут, ничего И поэтому здесь тоже, на это тоже нужно обращать внимание Опять же, многие думают, что в период Сочи... Я также сам думал, что каждый день будет ходить на море, что каждый день будет дышать морским воздухом Что каждый день будет делать то, каждый день будет делать это А в итоге, что у нас получается? В итоге получается, что у нас 2018 год, я ни разу на море-то и не скупался Хотя, август, месяц, да, температура шикарная, все Ну, не купался я на море, потому что, ну, нет времени Или, например, когда мы опять вчера рассуждали с моей семьей Куда нам лучше поехать, они сказали, поехали в горы Потому что в горы, блин, прет, да, хочется там в горах залить энергией и так далее И на это тоже стоит обращать внимание По мне, лучше, если вы выбираете квартиру на ПМЖ Это однозначно нужно смотреть именно школы, детские сады, подъездные пути Работа, где ваша будет, да, больницы, если для кого-то это очень важно И так далее И, опять же, да, если вы берете квартиру именно для отдыха, да То здесь, конечно же, просто можно взять и выбрать приоритет именно моря Если же вы приезжать будете в эту свою квартиру дней на 10, не больше, да То вам подойдет любое место Лазаревское, вам подойдет Лоу, подойдет Адлер Подойдет Нижнемелетинская бухта хоть где Если же вы будете приезжать на месяц, на полтора, на два на море То, конечно, вам нужно смотреть те места, где у нас хорошо развитая инфраструктура А что значит? Это значит, что можно было куда-то сходить, погулять Потому что само море, оно надоест А бывает такое, что приехали на море А, например, море у нас штормит или еще что-нибудь И в итоге что получается? В итоге, не знаю, что делать, сидеть там, например, взяли вы где-нибудь, остановились в Учдере Да, ну, квартира, например, у вас прям от моря 200 метров И что от этого? Да ничего, от этого нету Поэтому, конечно, здесь нужно смотреть И здесь, конечно же, приоритет у нас составляется Это центр Сочи, это центр Адлера Но при этом не нужно забывать, что все, что близко к морю И где есть у нас инфраструктура, дешево ничего не бывает Ну, нельзя у нас Мерседес С-класса взять по цене Соляриса Да, если возьмем два новых автомобиля Да, можно взять и постараться найти по цене Соляриса убитый какой-нибудь Мерседес Не знаю, там, в каких-то годах и так далее Но я думаю, что прям столько положительных эмоций Столько позитива этот Мерседес вам не принесет Поэтому здесь четко нужно понимать Например, вот я вот сейчас, да, вот себе Конечно, мне тоже хочется жить где-нибудь в центре Где-нибудь Воровского 41 дом, да Либо хочется жить на Светлане в жилом комплексе Millennium Tower Но там ценник немножко другой, ребят И цена действительно кусается Цена действительно высокая И пока я, ну, не готов, знаете, даже, как говорится, глупо не мечтать Пока у меня вот есть такие только мечты И даже это не цель Потому что я понимаю, что перед тем, как поставить цель Нужно четко взвесить, как ты к этой цели подойдешь Поэтому я живу в Мерседесе нормально Для родителей, конечно же, я тоже хотел бы, чтобы они где-нибудь жили на улице Новагинская Где-нибудь жили, может, возле парка Ривьеры В жилом комплексе Ривьера, в конце концов Но ценник за аналогичные квартиры превышает в два раза, чем которую я потратил на покупку в Дагомысе Понимаете? И опять же, да, и обслуживание в два, в два с половиной раза больше Если, например, учесть, что пенсии, например, у большинства это 12 тысяч рублей, не больше, да? И если, например, взять даже 50 квадратов в парке Ривьера Она обходится вам в 6 тысяч рублей Например, в жилом комплексе Экватора будет обходиться в 2200 рублей Ну, разница ощутимая, да? Представляете себе, 11 тысяч, да? И половину отдать просто за квартиру На что жить-то остается? Поэтому вот эти параметры тоже нужно учитывать Чем ближе к морю, чем лучше дом, тем дороже коммунальные платежи И у нас есть много случаев, когда за 50 квадратных метров у нас кто-то платит 10 тысяч рублей в месяц А кто-то платит 5 тысяч рублей, а кто-то платит 2 тысячи рублей Например, вот я сейчас за квартиру 60 квадратных метров в Мелодии леса Плачу коммунальные платежи 2200 рублей Учитывая, что мы там летние места живем втроем Там много воды расходуется, много электричества Постоянно работают кондиционеры и так далее Если бы я жил, например, в парке Ривьера, да? То у меня бы расходы были около 11 тысяч Ну, разница ощутимая Поэтому, ребят, вот все эти моменты вы учитываете Когда выбираете недвижимость в Сочи И то же самое, что автомобиль, да? Можно купить Mercedes S-класса, например, бензиновым 6-литровым двигателем И расход будет 20 литров, и налог будет бешеный и так далее Да, и ТО будет безумно дорогое Можно, например, взять дизельный, да? Дизельный, который у нас будет, к примеру Офигенно поставили машину И, например, можно взять у нас дизельный вариант И, например, дизель у нас будет расходовать, например, только 10 литров, да? Налог будет там до 250 лошадных сил И здесь, конечно же, конечно же, уже выбор за вами, да? Хотя комфорт будет одинаковый Ну, может, скорость будет на 5-литровом, чуть-чуть прям побольше, повыше Поэтому, ребят, подходите с холодной головой Вы, конечно, смотрите всех риэлторов Это супер, это классно Но уже делайте свои выводы В зависимости от своих пожеланий В зависимости от своих предпочтений Чтобы не получилось такое, что вы купили там, не знаю, квартиру А через месяц решили ее продавать, да? Попадаете на налоги, на все остальное Вот примерно, ребят, так Поэтому лишний раз лучше напишите в WhatsApp Лучше лишний раз получите консультацию И еще раз повторюсь Не делайте большую ошибку Выбирая у нас жилой комплекс по карте Там с циркулем, еще чем-нибудь Вот море, вот там школы и так далее Так же, как у нас, да? Если, например, посмотреть на Соболевке Кажется, что школа, да? Очень близко, если посмотреть на карте, да? Ну, что там, в Заречном районе Ой, за вокзальном районе школа близко Но пройти эти ступеньки и все остальное 15 минут страха Это, конечно, много чего значит Поэтому, ребят, спасибо за просмотр Если видеоролик для вас был полезен Кто-то, может быть, эту информацию и так все знает Все равно поставьте лайк Я для вас старался И сейчас приехал показывать вам квартиру За 370 тысяч рублей А теперь пока! Субтитры сделал DimaTorzok